Следующий спикер, а это девушка, это человек, который имеет прямое отношение к выступлению, точнее к нашему партнеру, к Тарасу Годованюку, потому что это его, его половинка, его спутница по жизни. И я смотрю, когда за ними наблюдаю, я думаю, вот интересно, кто там главный, кто там локомотив? Вы знаете, я до сих пор для себя этот ответ не получил. Я вижу, как они оба друг друга развивают. Вот знаете, вот такой, не сказать, какой привод ведущий, полноприводная такая конструкция семьи, когда и супруг, и супруга вкладываются друг в друга. И сейчас мы услышим выступление партнер компании Global Intellect Service в статусе, председатель совета директоров Ирина Строкова. Обаятельная, очаровательная девушка в нашей компании с таким высоким статусом. Ира, мы тебя ждем. Всем еще раз здравствуйте. Сейчас немного в другой роли, да? Наверное, надоела я вам сегодня. У вас есть уникальная возможность подписаться на меня в Инстаграм, только будьте осторожны, вы больше не захотите работать в офисах. Я на это очень сильно заряжаю, и я амбассадор удаленной работы, потому что даже наш бизнес я веду полностью дистанционно. И, наверное, за последние 4 года можно по пальцам рук просчитать, какое количество живых переговоров я провела. Поэтому будьте осторожны. Если вы хотите придержаться вашего офиса, то не подписывайтесь на меня. Моя сегодня тема, знаете, наверное, больше про видение. Я вынесла название нескольких компаний на слайды. Они были абсолютно случайными, можно было вообще сделать другую подборку, но что общее я в них увидела. Мы все с вами были свидетелями, как развивались эти компании. Кто поменял несколько айфонов? Да, да, я такой же человек. Причем есть не одна техника Apple. Компания Tesla просто взлетела своим каким-то фурором. Компания Gazprom, почему я ее здесь привела? Потому что у меня знакомые в Тюмени, их родители работали в Gazprom, и когда-то им выдавали зарплату то ли опционами, то ли акциями. Я не знаю этих деталей, но знаю, что они их продавали за копейки. Кто-то клеил там где-то в туалете, потому что не верили, вообще считали, что их там обманули. Но сейчас это миллиардные, это огромные компании, которые перевернули весь рынок. И на каждом этапе у этих компаний были такие периоды, когда в них не верили. Когда из компании уходили руководители, первый состав директоров, учредители, топовые лидеры уходили. Люди их осуждали, критиковали, и были срывы, были незапланированные планы. Если почитать истории каждых из этих компаний, такое происходило. Что мы видим сейчас? Компания Tesla. Я сделала скрин с личного кабинета Тинькофф, где отображается то, как росли акции компании. Tesla с 2011 года вышла на рынок, и плюс 15 тысяч процентов выросли акции компании. 5 долларов стоила одна акция в 2011 году. Сейчас, ну там был процесс, акции стоят порядка 800 с копейками долларов. Если бы в 2011 году купили акции на 1000 долларов умножьте на 15 тысяч процентов. Сколько ноликов? Это, наверное, полтора миллиона долларов, да? Только с одной акции. С 1000 долларов. Какие мысли приходят в голову? Я когда это увидела, я же в принципе была уже в здравом уме, почему я упустила этот момент? Где вообще я была, чем я занималась, почему я не смотрела на эти возможности? Хотя знаю людей, которые эти возможности, они ими воспользовались. Кто-то может подумать о том, что, ну если бы я знал, да, ну им-то повезло, может быть кто-то там знал, да, ему сказали, им поделились, он воспользовался этой историей. Хорошо, за последний год акции компании выросли на 466 процентов. Ну мы-то же уже видели, ну кто-то наблюдал за этой динамикой, да? Тоже очень хорошие цифры. И это опять про возможности и время, когда можно было ими воспользоваться. Если мы смотрим на первый график, мы можем подумать о том, что, ну, время ушло. Все, это надо было раньше, а все, все, да, надо было раньше. А последний год показал совсем другие перспективы. Когда мы смотрим на график прироста клиентов нашей компании, кто-то может быть думал о том, что вот надо было в 2015 году заниматься. Надо было тогда принимать решение. Ну ладно, в 2018 году, да, и люди, которые стоят сейчас на сцене, конечно, они не первый год в бизнесе, они приняли это решение. Но тогда было совсем все по-другому. Был другой продукт, был другой этап рынка, готовность даже наших клиентов к тому, чтобы воспринимать продукт. И про лучшее время старта, про лучшее время входа очень сложно и очень спорно сейчас разговаривать, потому что, ну, непонятно, когда это лучшее время наступает. Лучшее время всегда здесь и сейчас. И решение, получается, принимать правильное тогда, когда ты точно знаешь, ну, для себя, зачем тебе это, и ты видишь четкие перспективы того, что будет дальше и как с этим работать. Я вижу, что сейчас этап безопасного присоединения, тогда, когда рынок готов, когда готовы наши клиенты, когда готовы кейсы, готовы идеальный продукт. И именно безопасное присоединение, когда ты не несешь, ну, практически никаких рисков. Мы с мужем думали три года. В 2014 году мы узнали о том, что Вячеслав Ушенин будет запускать свою компанию. О том, какой будет продукт, вообще было непонятно. Нам просто говорили, Слава готовит запускать новую компанию. Мы наблюдали. Когда вроде бы стала формироваться команда, мы поддержали наших друзей Михаила Мухлыгина, который сейчас в статусе премьер компании. Он был на слайде, но, к сожалению, не приехал. Александр Кудымов. Мы поддержали на уровне того, что, ребят, ну, как бы давайте, ничего не понятно, продавать нечего. Да, может быть, это выстрелит, но как бы мы сейчас рисковать не можем, потому что у нас было чем заниматься. Мы, ребят, поддержали, мы купили там маленький пакет, который самый маленький был, и все. И на этом тему закрыли. Ровно три года мы вообще не смотрели в сторону компании. Мы не смотрели на продукт. Мы не смотрели, ну, не смотрели почему? Потому что мы не видели, на что смотреть. Для нас было важно, это наша репутация, это наш, ну, реально стабильность, да, перспективы, что если мы будем чем-то заниматься, мы будем делать это серьезно и надолго. И я, если, ну, призываю, если я вовлекаю человека и даю ему идею, рассказываю, я рассказываю от себя. Я не зову человека в компанию, я не зову человека продавать продукт, я зову человека, пойдем со мной делать этот бизнес, потому что, да, и рассказываю свое видение на этот продукт и на возможности, которые я здесь хочу получить. Он уже присоединяется и рисует свои возможности, которые он может получить. В общем, три года мы наблюдали. И, знаете, вот то безрисковое, наверное, безрисковое время, в которое сейчас можно начинать работать, оно дает и вот эти все компании, все клиенты, наши мероприятия, наши крутые партнеры, они дают сейчас возможность очень легко и комфортно делать этот бизнес. Только что выступал Тарас, да, и он заявил о том, что у нас будет какое-то там количество партнеров, да, его план. И я вижу, что это будет очень легко, потому что за этим положительным информационным полем, который мы с вами все вместе создаем, происходит так, что люди сами хотят купить продукт. Они пишут, они созревают. Это входящие из моих социальных сетей и их десятки. Люди хотят стать партнерами, потому что они так же, как и я, кто-то три года, кто-то год, кто-то полгода, два года наблюдают и ищут для себя вот эту вот точку входа. Когда у них наступит то самое время, которое они посчитают безрисковым и перспективным для входа. Есть в зале люди, поднимите, пожалуйста, руки, которые не быстро приняли решение, вам потребовалось время, несколько месяцев, год для того, чтобы понаблюдать, убедиться, утвердиться и начать работать с компанией. Очень много рук. А есть ли в вашем окружении люди, которые на встрече сказали, крутая идея, но не сейчас? Мне надо время подумать, посмотреть, проанализировать. И это нормально. Поверьте, каждый человек созревает. Но вопрос немножечко может быть в другом. Для этого безрискового пространства, может быть, вам не хватило где-то видения, где-то силы передать человеку то, чем мы действительно занимаемся, то, куда вы его зовете. И не получилось нарисовать настоящую картинку, яркую, которая его будет вовлекать. Давайте просто представим. Да, мы сейчас увидели 12 миллионов скачиваний за 6 лет. А посмотрите на 10 лет вперед. Что будет через 10 лет? Какая может быть динамика? Какие могут быть страны? Какие могут быть люди? Какие могут быть масштабные у нас с вами мероприятия? Какой будете вы? Вы думали об этом? В своей голове вы рисовали такую картинку? Потому что человек без видения, он говорит о прошлом. Человек с видением говорит про будущее. Мы часто, я слышу часто, как партнеры говорят про прошлое. Мы сделали, вот это было, а были ребята, которые там, а почему, может быть, кто-то сейчас в компании не работает. Просто у человека прошел этот этап. А сейчас начинается другой этап. И у каждого человека свой этап старта в этом бизнесе. Даже если вы сейчас, может быть, являетесь партнером, который год, полгода, полтора года в бизнесе, но у вас не было прорыва, просто вы еще не увидели себя, может быть. Вы не нарисовали до конца себе картинку, перспективы реализации себя в этой компании. О чем вы говорите на встрече? Вы говорите на встрече о том, как продавать продукт. Мы с тобой продадим пять лицензий в месяц. Мы будем делать по две регистрации каждый месяц. И у тебя будет такой результат. Это не то, зачем люди идут в бизнес. Люди не идут, не становятся партнерами из-за того, что вы делаете. Они идут тогда, когда они видят, как вы это делаете. Какой вы вкладываете смысл и какой вы вкладываете энергию в каждое свое действие в компании. В каждую встречу, в каждый звонок, в каждый переговор, в каждого своего клиента. Мне понравилось, как вчера сказала Датяна со сцены. Она говорит, я не продаю UDS. Как ты сказала, Таня, я даю возможность предпринимателям создать лояльных клиентов, полюбить своих клиентов в бизнесе, выстроить с ними отношения. Это же совсем другой смысл. Абсолютно другой смысл. Так же, как и во встречах в партнерской программе. Подумайте, о чем вы говорите на встрече. Начините создавать в своей голове картинку. Сначала нарисуйте ее сами для себя. Не важно, что говорил Вячеслав, что говорили наши программисты со сцены. Какое ваше видение вас в компании на несколько лет вперед. Как вы видите. Я, когда провожу переговоры, я говорю только об этом. Я сначала говорю о том, почему. Потом я говорю, как. И только потом, что. Потому что не важно, что я, например, продаю, какой продукт я реализую. Я зову в первую очередь человека быть со мной. Делать этот бизнес со мной. И даже если кто-то ему когда-то рассказывал про UDS, приглашал его к нам в компанию в качестве партнера. Мне не важно. Есть я и есть то, как я делаю этот бизнес. И у каждого в этом зале есть тысячи причин, полторы тысячи причин, как вы делаете этот бизнес. Зачем вы его делаете и почему. И тогда, когда вот это будет четкая картинка видения вашей, ваше видение компании, ваше видение вас внутри компании, да даже из компании рядом, просто вас на несколько лет вперед, вы никогда не будете продавать. Никогда. Для вас слово продажи будут закрыты. У вас будет вовлечение. А вовлечение тогда, когда человек сам хочет. Вы говорите не о том, знаете как, мне понравилась мысль, что нам не нужны люди, которые будут с нами работать, потому что им нужен наш продукт. Нам нужны люди, с которыми мы будем работать, потому что они разделяют наше видение. Вот как-то так, не совсем дословно, но смысл тот, что нам важно людей вовлекать. Я помню, была одна история, я приехала в Чебоксары на тренинг, вообще никогда не была в этом городе, никого не знала, сидела на первом ряду, ждала, когда начнется тренинг. И мы разговаривали с людьми, которые сидели рядом со мной. Ну просто вот познакомились, откуда пришли на тренинг. А это было после Нового года, и как-то поднялась такая тема, что я начала рассказывать о том, что мы отмечали Новый год на горнолыжке, нас было 20 человек с детьми, мы катались на лыжах, мы взяли с собой видеооператора, он снимал нас, мы снимали отдельные видеоролики, потом он нас фотографировал, там такие классные фотографии, столько эмоций. Рассказала какую-то историю про девочку, которая не умела кататься, поднялась на гору. И как бы они так слушали, это так было эмоционально. И я смотрю, через несколько человек появляется такая голова, я не знаю, девочка, она такая выглядывает, я говорю, привет, ты тоже катаешься на лыжах? Она говорит, нет, но я хочу. Она просто услышала со стороны разговор, и она загорелась. Через несколько дней этот человек стал моим партнером, и до сих пор она развивается в компании, уже там более 6 лет, я уже не работаю в этой компании, а она до сих пор продолжает делать там бизнес. И это про личное «почему» каждого из вас. Найдите его, и тогда вы будете вовлекать, вы будете вдохновлять и зажигать сердца людей. Люди будут говорить вам спасибо за то, что вы не продали, не подписали, как мы любим говорить, а вовлекли и показали возможности. И только благодаря тому, что эти возможности человек увидел, вы ему показали масштаб, долгосрочный его развитие, он будет говорить вам спасибо, он будет стоять на этой сцене и говорить спасибо, что я закрыл квалификацию. Он будет делать с удовольствием, легко и просто от двух регистраций партнеров каждый месяц. Клиенты к нему сами будут приходить и покупать у него продукт, потому что энергия будет передаваться совсем по-другому. Вспомните, о чем вы говорите на встречах. Какую картинку вы рисуете людям, с какой картинкой вы выйдете даже из этого зала, запомните ее, пропишите, допишите. Но она у вас должна быть яркая, перспективная и масштабная. Такая картинка, которая будет зажигать. И с этим видением вы будете идти от одного к другому человеку. Вы можете ее транслировать через социальные сети, потому что это больше круг, это больше влияние. И вы создадите безграничную сеть партнеров. Сегодня был хороший план, как можно выйти на действительно впечатляющий, хороший доход, продавая маленькие лицензии, самые такие маленькие, самые легкие. Представьте, если вы это будете делать тысячным составом своей команды. Когда не вы получаете по 10 долларов абонентской платы, а когда вам прилетает еще по 7 уровней по одному доллару, помимо того, что делаете вы. Кому откликается такая идея, не самому работать постоянно, а создать многоуровневую сеть людей в разных городах. Давайте похлопаем. Я хочу услышать вашу энергию. Откликается она вам. И про это надо говорить. Надо создавать большие системы, большие структуры, потому что только большая энергия рождает большие возможности. А энергия от маленьких, от двух личных партнеров, от двух проданных лицензий, она не рождается. Большие энергии рождают большие возможности. Я желаю вам большого безграничного видения. Себя, компании, себя в компании. И тогда у вас будут сверхъестественные результаты. Спасибо вам большое.